добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока и как всегда в начале пауза для того чтобы убедиться в том что мы соединены то есть мы как-то должны дождаться первого человека или просто посидеть несколько секунд для того чтобы понять что интернет-соединение существует ну два слова значит сегодня у нас ютгимыр бейяр 13 день месяца яра завтра у нас начинается при завтра уже суббота начинается и в эту субботу мы читаем главу эмор глава эмор ну вот первый человек появился значит все нормально подключение есть и если будут какие-то вот второй человек здравствуйте всем здравствуйте и если будут какие-то неприятности или не слышно или не видно вы мне сразу говорите тогда мы сможем каким-то образом как-то реагировать на это итак тема сегодняшнего занятия я воспользовался тем что мы читаем главой эмор и в этой главе у нас перечисляются все праздники все праздники которые вот есть у нас перечисляются в этой главе и мне показалось интересным поговорить о праздниках потому что тема на самом-то деле важная праздники в иудаизме и не совсем понятная на самом-то деле она не совсем понятно потому что ощущение такое складывается что когда вот люди говорят вот праздник у нас сегодня празднику девчат сегодня будут танцы и все понимают о чем идет речь что праздник это вот такое состояние души и тело когда весело хорошо сытно и не нужно работать вся проблема в том что мы конечно же общаясь на русском языке и произнося слово праздник естественно вкладываем определенный смысл в это слово исходя из языка да праздность праздность на русском языке праздный то есть не рабочий и поэтому всегда возникает ощущение что ощущение что праздник это то время когда мы не работаем когда мы занимаемся чем хотим то есть выходной день у нас вот так скажем вот это праздник является ли в иврите одно и то же да я не могу сказать не могу сказать вот я хочу с вами разобраться в том что такое каков смысл понятия праздник виудаизм всем привет кто к нам присоединился если не слышно или как-то не видно вы мне напишите намекните как-то вот моргните что не то значит в нашей главе эмор до нашей недельной главе идут перечисления всех праздников начинается это перечисление с 23 главы вот если мы двадцать третью главу откроем книги эмор то мы сразу увидим что вот здесь начинается речь о празднике и говорил всевышний к муше говоря обратись к сынам израиля и скажи им праздники всевышнего которые вы будете называть священными собраниями до святые они и они вот праздники всевышнего то есть мои праздники говорит всевышний вот с этого все начинается и дальше и идут всякие перечисления ну во первых я вам уже говорил и еще раз повторю вот здесь это очень важно когда читаешь тару то очень внимательно нужно читать и с нетерпением ожидать вопросов вот когда возникнут вопросы когда мне этот текст станет непонятен вот как только он мне непонятен сразу все хорошо сразу все хорошо значит тара ко мне обращается и она видимо хочет чтобы я с ней поговорил вот у меня тоже тут сразу же вопрос возник смотрите как здесь написано здесь написано так значит праздники всевышнего которые вы будете называть священные собрания а праздники всевышнего которые вы будете называть священными собраниями вот это мои праздники и дальше написано 6 дней делай работу а в день седьмой шаббат священное собрание всякую работу не делай шаббат он на всевышнему во всех ваших поселениях вот сказано и вдруг снова вот праздники всевышнего священные собрания которые вы будете созывать свое время то есть только что был этот заголовок только что секунду назад я читал и вот священные собрания муады ашем которые вы будете созывать и про субботу и снова и вот священные собрания которые вы будете созывать знаете тара на самом деле она на самом деле достаточно экономно пользуется и словами и текстом и пространством чтобы на одном маленьком пятачке дважды повторять одну и ту же фразу а тут вот вот значит праздники всевышнего шаббат и снова вот праздники всевышнего и начинается перечисление праздников и вот первый вопрос который у меня возникает зачем вот это повторение почему нельзя сказать ну вот праздники всевышнего и мы начинаем действовать можно начать вот шаббат потом пейсах потом шаву и так далее и мы перечисляем все праздники зачем второй раз это название ну конечно каждый может ответить как он считает нужным да и в этом то все и дело что наш ответ это и есть наше понимание или то место где мы находимся и и наш комментарий он еще раз хочу повторить что не бывает правильных или неправильных комментариев бывает мой комментарий ваш комментарий если ваш комментарий мне по душе я его принимаю если он мне не по душе я его не принимаю комментарии не критикуются поэтому на самом-то деле это такое количество огромных комментариев существует в книге тары что они не критикуются. Если я так понимаю, я так понимаю. Я ведь текст не меняю, я его так понимаю. Нельзя менять закон. Закон нельзя менять. Вот закон, он однозначен. Он должен быть понятен, чёток и выполним. А как я понимаю Тару? Ну, я её понимаю так, как я её понимаю. И поэтому из года в год мы её читаем. И не исключено, что на следующий год я это буду понимать совершенно по-другому. Поэтому всякий раз, когда я делюсь своим пониманием, это моё понимание. Оно может быть воспринято кем-то, может быть не воспринято. Может подтолкнуть кого-то на другой комментарий. В этом весь смысл. В этом весь смысл. Итак, мы начали с того, что вот есть два заглавия. Праздники Всевышнего, суббота. Вот праздники Всевышнего и начинается. Я это понимаю так. Что про субботу не случайно сказано. Что суббота, на мой взгляд, вот шесть дней работай, а на седьмой день отдыхай. Так написано в первой главе книги Тары. Шесть дней Всевышний работал, ну и ты, собственно, работай. А на седьмой день Шавад Ваинафаш. То есть вот он расслабился. Не делал того, что делал все шесть дней. И для человека это своеобразный пример. Мне кажется, это основа основ существования материального мира. И эта основа основ лично мне говорит о том, что в нашем материальном мире есть два вида существования. Один из них я называю шесть дней работой. Вот этих шесть дней. А второй момент или второй способ существования – это день седьмой. День седьмой. То есть шесть дней работай, выполняя всякую работу – это пространство человека. Человек там делает все, что он захочет. Он там по образу и подобию, творец, выполняет, делает, пробует, выбирает. Это его пространство – шесть дней. Но потом наступает седьмой день. И седьмой день тоже находится в материальном мире. Но это не пространство человека. Потому что сказано «и субботы мои». Суббота не принадлежит человеку. Суббота принадлежит Всевышнему. И вот и субботы мои – это вот следующее пространство в этом материальном мире. Значит, есть шесть дней, в которых я работаю. И есть суббота, которая не мое пространство. Так вот, мне кажется, что то, что называется праздник, основа его находится вот в этом седьмом дне. Вот седьмой день, который является не пространством человека, а пространством Всевышнего в этом мире. Это и есть праздник. Поэтому здесь так и говорится. Первый такой общий заголовок «вот праздники Всевышнего» и говорится о том, что шесть дней работы и на седьмой день отдыхать – это как бы общее для всех. И мы это должны… Собственно, если бы мы знали все дальнейшее, дальнейшее можно было бы не перечислять. Все, вот здесь в этом заголовке все сказано. Но потом начинается конкретный разбор по пунктам. И вот это по пунктам тоже начинается. Вот праздники Всевышнего и пункт первый, пункт второй, пункт третий и так далее. Значит, суть всех праздников – это седьмой день, суббота Всевышнего. И, исходя из этого, мы все должны, я так думаю, разбирать и понимать по поводу праздника. Значит, состояние будни – это шесть дней работы. Состояние праздника – это то, что в основе называется шаббат, который принадлежит Всевышнему. Теперь я должен понять, чем отличаются шесть дней от шаббата. Ну, во-первых, шесть дней принадлежат мне, а шаббат принадлежит Всевышнему. Это первое и основное, то, что бросается в глаза в первую очередь. И дальше я хочу понять, в чем же суть того, что мы называем праздник. Как человек должен себя вестись в праздник, какова философия, мировоззренческие моменты какие-то, которые связаны с праздником. Многие могут мне сказать, ну, в общем, понятно, но о чем здесь говорить. Понятно, что нужно делать в празднике, но как в субботу, вот это делай, это не делай. Ну, я, естественно, буду задавать, а почему это делай, это не делай, почему это можно, это нельзя, на чем это основано. Ну, на основном, потому что таков закон. Ну, если я хочу еще глубже поразбираться в этом законе, я, естественно, начну задавать вопросы. Во-вторых, есть такое правило, что если ты хочешь разобраться в каком-то понятии, ты должен, во-первых, его прочитать на иврите, ты должен видеть это слово на иврите. И ты должен понимать одну простую-простую вещь, что суть заложена в самом названии. Вот суть того, что мы по-русски называем праздник, заложена в названии вот этого вот события на иврите. И если мы сейчас скажем, как это называется на иврите, и поймем, что это такое, ну, наверное, мы поймем, что такое праздник. Итак, праздники имеют несколько названий на иврите. В частности, вот в нашей главе они называются словом Моэд, Моэд Ле Ашем, то есть, вот, Моэд, я не знаю, как вот точно сказать. Моэд – это, ну, праздник, это времена, так скажем, времена Всевышнего, праздник Всевышнего, Моэд Ле Ашем, Моэд Ле и дальше имя Всевышнего, Моэд. Значит, у нас есть Холя Моэд, мы знаем, полупраздничные дни в Песах и в Шавуот, в Песах и в Сукот есть полупраздничные дни, когда первые последние дни они Моэд, а в середине это полупраздничные дни. Холя Моэд, значит, Холь – это буднично, Моэд – это праздник. Вот есть слово Моэд, дальше есть, встречается слово Хаг, Хаг – праздник, мы говорим Хаг Самех, да, веселого праздника. И есть еще одно название праздника, которое мы часто употребляем – Йом Тов, Йом Тов. Йом – это день, Тов – это хороший. Ну вот, на самом деле, вот три названия, которые наиболее часто встречаются – Моэд, Хаг и Йом Тов. И если мы хотя бы возьмем одно из этих названий, одно, и попытаемся разобраться, что это такое, тогда, может быть, мы поймем, что такое праздник. Еще один момент. Вот я говорю, Йом Тов – хорошего дня. И знаете, вот настолько это на ушах у нас нависло, вот это выражение Йом Тов, Йом Тов – хорошего дня. Мы так часто это повторяем, что мы просто не задумываемся над тем, о чем мы говорим. Что такое Йом Тов? Что такое хорошего дня? Ну, понятно, внутренне мы желаем друг другу, чтобы ничего плохого у нас не случилось, чтобы все были здоровы, чтобы работа спорилась, чтобы переходить только на зеленый цвет, там, не дай бог, под машину не попасть, чтобы зарплату заплатили. Ну, короче говоря, чтобы никаких неприятностей особых у нас не было, и тогда мы считаем, что у нас Йом Тов – день хороший. Да, пришел, благополучно вернулся домой после работы, жив-здоров, жена тебе улыбается, целуется с тобой, ужин подготовила, дети двоих не принесли из школы, и все хорошо. И еще будет какая-то передача интересная по телевизору, считайте, что жизнь удалась. Вот это вот Йом Тов. Так, я думаю, что большинство людей именно так воспринимает вот это вот слово и вот это вот пожелание. Ну, давайте засомневаемся, что Йом Тов – это то, о чем мы только что говорили. Значит, опять-таки, если я хочу понять, что такое в Торе Йом Тов, я должен найти, где слово Йом встречается в Торе, и по поводу чего оно там встречается, как оно возникает, оно где-то впервые возникает, это слово. Вообще, очень важно найти в Торе, когда впервые оно возникает, это слово. И в контексте, вот там в контексте, я пойму, что такое Йом – день. Слово Йом возникает в самом начале, в первой главе, главе Веройшит, в самом начале, когда сказано и сказал Всевышний, да будет свет. Во Йом Рашем Йо будет свет, и да был свет. И он отделил тьму от света и дальше. И назвал он свет днем, день, а тьму назвал ночь. Вот у нас появляется название. Свет, тот, который он создал и сказал, да будет свет, это называется день. И когда он отделил тьму, вот тьма, это называется ночь. Вот я это уловил. Я не знаю, что такое день, что такое ночь. Я знаю, что день связан с тем, что называется свет, а ночь связана с тем, что называется тьма. И дальше он говорит. И был вечер, и было утро, день, там, первый. И был вечер, и было утро, день, первый. Если я внимательно читаю, я себе задаю вопрос. Только что родились на моих глазах вот два понятия – день и ночь. Про вечер и про утро ничего не сказано. Вот не говорится, что он как-то утро сделал, вечер сделал. Нет. Он сделал день, и он сделал ночь. И вот он первый день завершил. И тогда сказано, вот и был день, и была ночь, день такой-то. Или был ночь, и был день, день такой-то. Нет. Сказано, и был вечер, и было утро. Тогда у меня сразу возникает вопрос. А почему не пользоваться понятием день и ночь? Почему нужно пользоваться понятием утро и вечер? И вообще, чем отличается вечер-утро от день и ночь? Вот чем это отличается? И я вдруг начинаю понимать, что, ну, исходя из своего жизненного опыта, что что такое вечер и утро? Это ни день, ни ночь. Ночь, вечер, сумерки – это когда день уходит, а ночь еще не пришла. Это вот межвремение такое, да? То есть, это перемешивание света и тьмы. Это что-то среднее между днем и ночью. То же самое утро, да? Когда тьма начинает отступать, и свет прибавляться. То есть, вечер и утро – это серединное состояние. Это ни свет, ни тьма. Это что-то среднее. Это серое такое. Не белое, а черное – серое. И вот я себе задаю вопрос. А почему же так Всевышний задает? И был вечер, и было утро. Почему он не говорит, и был день, и была ночь? День и ночь больше не будут появляться. Вот здесь только появились день и ночь. Но я знаю, что вот физический свет у нас возникает на четвертый день творения, когда возникает светило. Тогда возникает физический свет, которым мы пользуемся, и мы его называем светом. И все наши комментаторы и мудрецы говорят, что свет первого дня творения – это был свет, который… Это был божественный свет, который был, то, что называется, ганус. Он был скрыт, похоронен. И он открывается только праведникам, цадикам. То есть, органус – свет, который был скрыт, он открывается только цадикам. И что получается? Что вот этот вот первозданный свет, божественный свет, который несет в себе прямую информацию о Творце, или тьма, полное его отсутствие. Тьма. Нет ничего, нет никакой информации о Всевышнем, которая составляет день и ночь. Как раз вот эти два состояния люди-то не могут выносить. Им нужен вечер-утро, им нужны такие половинные состояния. И поэтому день и ночь на самом-то деле получается, что для человека… День и ночь – это наполнены не физическим светом, а божественным светом или тьмой, соответственно. Что они для человека получаются очень опасны. Человек не может выдерживать прямого света, вот тот, который бы потом спрятан, или прямой тьмы, то есть полного присутствия или полного отсутствия Всевышнего. Человеку нужно какое-то такое срединное состояние, такое состояние серости, вечер-утро. И тогда мы это выдерживаем. Получается, что йом, в этом смысле, в каком я только что разобрал, для нас очень опасен. Потому что это открытый свет. И вдруг он говорит, сегодня у вас будет йом, но он будет тоф, он будет хороший. То есть, Всевышний говорит, что есть такой момент, что день будет для вас хорошим, не будет для вас опасным. И вот это и есть то, что называется праздник. Значит, вот шаббат или другие перечисленные далее праздники. Это есть йом тоф. Это есть открытие божественного света непосредственно человеку. И при этом Всевышний делает так, чтобы для человека это было безопасно. Вот что такое йом тоф. Вот этот йом тоф в будни, в шесть дней, он не присутствует там. Или там он присутствует, но в скрытом состоянии. То, что называется гонус, он там есть, но он скрыт. И открывается только вот праведником, а большинство людей он не открывается. И только в празднике он открывается всем. Вот это вот очень и очень важный момент. Он открывается всем. И это мы запомним, что, исходя из того, что мы разобрали понятие йом тоф, это состояние открытого божественного света, который не вредит человеку. Человек его выдерживает. Следующий момент. Мы говорим моэд. Моэд – это слово праздник. Что такое моэд? Если я хочу разобраться, что такое моэд, я вспоминаю, что в пустыне мы построили передвижной храм. Передвижной храм, он называется мешкан. Это все строение. Мешкан – это и вот это вот сооружение, палатка. И двор. Все это называется мешкан. Но вот эта вот палатка, сама палатка, она называется огель-моэд. Огель-моэд. Огель – это шатер. А моэд – это вот то слово, которое мы хотим выяснить, что это такое. Так вот, нам объясняют, что огель-моэд – это то место, куда приходит Муше и воспринимает там божественное откровение, которое записывает и превращает в Тару. То есть огель-моэд – это… И причем он приходит тогда, когда Всевышний его призывает. Он не может прийти, когда ему хочется. Он приходит там, сказано, что я опустил из облака на огель-моэд, и Муше не мог туда войти. И только когда Ваекра, когда позвал его Всевышний, он туда вошел. Значит, вот этот вот моэд, огель-моэд – это место и время. Место и время. Это определенное пространство, в которое нужно попасть в определенное время. И тогда ты можешь что-то воспринять. Наверное, исходя из этого, хасидские мудрецы утверждали, что время, оно имеет структуру пространства. Что время, оно не движется на самом-то деле. Можно, знаете, о каком времени они не говорили, еще можно сказать. Время не движется. Что-то сказано так вот. Ты думаешь, что время идет? Нет. Время стоит. Это мы идем. Это очень интересный момент, потому что, ну, время есть разное. Есть время физическое, есть время биологическое. Я бы сказал, время, которое мы ощущаем, или реальное время, которое вот на часах нам показывают. Одна секунда, как целый день, или целый день, как одна секунда. Это время, когда у меня что-то болит, или время, когда я нахожусь в радости, когда я счастливый, там, влюбленные часов не наблюдают и так далее. Есть много всяких выражений, которые говорят нам о том, что понятие время, оно очень относительное. Вообще, если оно существует, если оно не искусственно так введенное какое-то вот понятие. Но вот этот вот огель-моэт, палатка вот этого вот времени праздника, говорит о том, что время имеет структуру пространства. То есть, если мы говорим, что есть шесть дней и седьмой день, что это разные временные пространства, и одно наше, другое не наше, значит, мы как-то можем перейти из нашего пространства в не наше пространство. И, значит, попасть в пространство седьмого дня, или в шабата, или праздника, для этого нужно предложить ряд усилий. Оно происходит не автоматически. Ну, вот, например, вот я жил за границей, да, вот у меня был праздник Йом-Кипур, а у всех остальных был обыкновенный день, я не знаю, какой-то день недели. И мы находились рядышком, да, но вместе с тем мы находились в разных временных пространствах. У нас было разное поведение, разное ощущение, мы по-разному воспринимали мир. Хотя мы находились в одном и том же месте в одно и то же время, грубо говоря. Так что, на самом-то деле, время имеет структуру пространства, и в это время нужно попасть. Значит, мы уже сказали второе понятие. Первое. Йом-Тов. Божественный свет открывается всем, и он безопасен. Второе. Пространство праздника, оно свое пространство, и туда нужно попасть. Обязательно туда нужно попасть. Если туда ты не попал, то по существу ты не можешь воспользоваться вот этим вот божественным светом. Ну и третье. Я хочу сказать, что вот у нас же есть ряд праздников, да, вот кроме Шаббата у нас есть еще, сколько там, семь праздников. Я их перечислю. Это праздник Пейсах, праздник исхода из Египта. Праздник Шавуот, следующий. Это праздник дарования Тары. Дальше праздник Рошашана, или Йом-Дин, когда начинается суд над нами. Праздник Йом-Кипур. Это когда выносится нам приговор, да. Праздник Суккот, когда мы начинаем строить свои шалаши для того, чтобы туда пришли вот эти вот ушпизин, духовные гости. И последний праздник – это Шмини-Ацеры. Восьмой день Суккота, когда все нас покидают, мы остаемся одни, и сам Всевышний приходит вот к нам в гости. Вот у нас есть шесть праздников, которые записаны в нашей главе. Так вот, я думаю, что… Я сказал, что Йом-Тов – это божественный свет. И я думаю, что в каждой из этих праздников этот божественный свет имеет свои определенные качества. И это качество связано с названием этого праздника. То есть, если я попал в пространство, которое называется Песох – исход, то я получаю тот божественный свет, который мне помогает совершить исход из Митсраима, из Египта. Что это, говоря по-русски? Он мне дает возможность обладать моей материальностью. Потому что Митсраим – это материальность, а все остальное – это Исраэль. Если я из Митсраима выхожу в Исраэль, я начинаю обладевать своей материальностью. Не она мной управляет, а я ею управляю. И это благодаря вот этому божественному свету. Что в праздник Шавот свет имеет другое качество. Он называется качество дарования Тары. То есть, Всевышний дает мне возможность и силы, наверное, заниматься, постигать вот эти вот глубины текста и понимать сущность происходящего. А иначе бы я ничего и не понял. Дальше идет праздник, который называется Роша-Шана. Праздник суда. Он тоже праздник. Да, я прихожу на суд, но меня судит сам Всевышний, а он милослив. И поэтому я надеюсь на то, что те неприятности, те грехи, которые каждый из нас собирает по ходу своей жизни, они каким-то образом разбираются и убираются. Иначе мне не выжить. Потому что если грехи накопить, то это все, это конец. И поэтому вот это вот два праздника Роша-Шана, Йом-Кипур, начало суда и конец суда, это на самом деле праздники очищения, я бы это сказал. И следующий праздник – это праздник Суккот, когда я начинаю строить свое пространство. Чтобы построить свое человеческое пространство, в котором духовные силы меня бы посещали, для этого тоже нужна сила и энергия. Вот она называется на самом-то деле праздник Суккот, или свет, который называется качеством вот этого шалаша. И если все это проходится, то последний праздник Шмини Ацеры – это как раз я получаю свет и силу и возможность повстречаться со Всевышним. Это самое великое, это самый-самый мощный, самый замечательный праздник. Он является результатом всех этих праздников. Так вот, я прихожу к выводу, что суть праздника – это, конечно, Шаббат, который принадлежит Всевышнему. Это его епархия. Я могу туда попасть определенным образом, и если я туда попал, я пользуюсь тем светом, который называется божественный свет. И он имеет разные качества, и он придает мне на самом-то деле разные силы, пользуясь которыми я могу вот этот год или цикл годичный прожить и что-то получить. И так из года в год Всевышний помогает, ну и мне, и всем нам, поддерживая нас на плаву и давая нам через эти вот праздники свои пространства, временные пространства свои, давая нам вот эту подмогу, подпору. Я думаю, что вот в этом суть праздника, а не в то, что это выходной день. И поэтому, конечно же, ни Шаббат и ни праздник – это не выходной день. Выходной день – это к нам, это в нашем мире, а в его мире это на самом деле определенный трудовой день, но по другим принципам. Там физическая работа, там другого типа работы, потому что, опять-таки, в это пространство нужно попасть, и этот свет нужно воспринять. Он будет тебе дан, если ты там окажешься. Вот что для меня означает праздник. Вот что я вам хотел рассказать по этому поводу. Ну, конечно, времени мало, и я попытался уложиться в это время, чтобы это было четко и понятно. Но, по крайней мере, принцип того, что для меня эти праздники – это вот это. Это вот это. Есть масса деталей, есть масса подробностей, как мы попадаем в тот или иной праздник. Ну, хотя бы с того, что мы вначале зажигаем две свечи. Благословение – это уже первый шаг к этому празднику. Ну, и там далее закон нам говорит, как нам нужно себя вести для того, чтобы я оказался в этом времени, и чтобы я мог воспользоваться вот тем светом, который в этом времени и в этом пространстве существует. Вот что я вам хотел сказать. Сейчас я посмотрю, если есть какие-то вопросы ко мне конкретные. Значит, я со всеми здороваюсь, естественно, всем говорю добрый день. А в этом контексте хаг – что такое? Вот Наташа, жена моя, спрашивает. Есть еще одно понятие у праздника хаг. Хаг – это от слова хуг, круг. То есть, если мы говорим, что есть временное пространство Всевышнего, то оно, видимо, имеет форму круга. И когда я из обыденности, это вне круга, я попадаю в круг, внутри круга – это пространство праздника. Я нахожусь вне его. И когда я иду извне вовнутрь, в какой-то момент я оказываюсь на окружности. А окружность в нашем мире символизирует бесконечность. То есть, когда я двигаюсь из моего пространства шесть дней творения в пространство Шаббата, я в какую-то секунду попадаю на окружность, на хуг, и я нахожусь в бесконечность. То есть, из моего пространства в пространство праздника, я в какой-то момент, двигаясь туда, я в какой-то момент попаду в бесконечность. Что на самом деле умом очень сложно понять, что это такое. Что это радостно? Хаг – саме. Хаг – саме, да. Потому что, когда ты находишься на окружности, на бесконечности, ты испытываешь бесконечную радость. Потому что это секунда преодоления материальной жизни. Ну, я не знаю, это сложно описать, но это величайшая радость, которую можно испытать только прикоснувшись к бесконечности, то есть к духовному. Потому что бесконечность не присуща материальному миру. Материальному миру присуща только конечность. А это секунда абсолютной радости. Она мгновенно может быть, потому что я не задерживаюсь, я сразу ухожу вовнутрь, я попадаю в состояние праздника. Вот примерно что это такое. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Шалом, привет, добрый день. Хорошо, вижу, слышу, понятно, так. Здравствуйте, всем-всем привет. География у нас обширная, обширная география. Конечно, хотелось бы всякому всем сказать привет-привет поименно и как угодно. Ну, вот так вот. Ладно, всем-всем, во-первых, шаббат шалом, во-вторых, здоровья, и чтобы поскорее все наши несчастья, связанные с нынешним состоянием, закончились, и чтобы все были здоровы, и чтобы мы на следующей неделе встретились еще раз. Всего хорошего, шаббат шалом.